День в день. Час в час. Минута в минуту. Радио. Болтком. Учёные бьют тревогу. Неизвестно, как дело повернётся. Может ледниковый период начаться. Если человечество не предпримет реальных действий, в ближайшие годы нашу планету ждёт климатическая катастрофа. Потому что человек просто элементарно превращается в ледушек. Как её избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты. От этого воздух чище станет. Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн ублекислого газа на душу населения. Слушайте по пятницам на Радио Болтком. Авторскую программу Константина Рангса. Климат-контроль. Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры. Добрый день, доброе утро, уважаемые слушатели. Начинается программа Климат-контроль. Я напомню, телефоны прямого эфира. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. В WhatsApp нам нужно писать и нужно писать на номер 2-3-0-6-1-9-1. 2-3-0-6-1-9-1. Ну и с нами на прямой связи Константин Рангс. Учёный, журналист, пишущий о науке, морской геолог. Доброе утро. Здравствуйте, Константин. Доброе утро. Вот буквально недавно, ну относительно недавно с большой помпой, говорили о том, что в Ригу доставили, привезут, закупят водородные троллейбусы. Чуть ли не там Европа должна была, Евросоюз, доплатить для того, чтобы этот экологичный вид транспорта стал ездить по нашим улицам. Но вот буквально на днях пришло обратное, в общем-то, такое, скорее разочаровывающее сообщение о том, что из 10 этих водородных троллейбусов, приобретённых в рамках пилотного проекта, треть из них постоянно находится в ремонте и, дескать, не оправдывают они себя. И, скорее всего, Рига от водородных троллейбусов будет отказываться. Вот, во-первых, может быть, для многих звучит это очень немножко пугающе и непонятно, что такое водородные автобусы, троллейбусы, автобусы, вообще транспорт на водороде. И о том, насколько этот транспорт действительно ли он так экологичен, так прогрессивен, вот хотелось бы услышать ваш комментарий. Ну, начнем, наверное, с того, что нужно, говоря о транспорте, сначала говорить о самом водороде. Водород – это фундаментальный кирпич к нашей Вселенной. Что называется, сколько хватает взора, а взор наших телескопов уходит на расстояние более 12 миллиардов цветовых лет. То есть, практически, это вся Вселенная, которую мы знаем, да. И мы знаем, что она вся в основном состоит из водорода. Водород – элемент примитивный совершенно. У него в центре один положительный заряд, вокруг крутится электрончик, то есть в центре протон, положительная частица. Вокруг крутится один электрончик, отрицательная частица. Вот вам и весь водород. Это самый легкий, самый простой элемент, который существует в нашей Вселенной. Почему он такой существует? Ну, по идее, проще материи быть не может. Дальше возникает вопрос, если такая примитивность основная во Вселенной, то почему вдруг у нас всякие там кислороды, азоты и прочее-прочее. Ответ очень простой. Это следствие термоядерных реакций, которые происходят в звездах. В этих реакциях вот эти простые водородики склеиваются. Склеилось два водородика, появился гелий. Выделилась лишняя энергия при этом. Вот таким образом наши звезды и горят. Наше Солнце, например, сжигает. Неправильное слово. Сжигать – это совсем другая реакция. Это термическая реакция с выделением тепла, когда из водорода делаются гелий. Но, кроме этого, есть другие реакции, когда уже склеиваются гелии туда-сюда. И, в принципе, при взрывах звезд образуются такие тяжелые элементы, как, например, золото. Вот понимаете, когда вы дарите любимой женщине или женщину любимому мужчине, или кто угодно кому угодно дарит золотую делушку, то он дарит частичку взорвавшейся звезды. Вот так вот. Ну и, собственно говоря, каждая клетка нашего тела, каждый атом ее – это тоже продукт существования звезд. Вот звезды это составляют. Поэтому нужно сказать, что водород – это не что-то такое для нас чужое. Все мы когда-то были водородом. Потом, водород у нас обладает целым рядом интересных свойств. Он гораздо легче воздуха. Водород в силу своей малости обладает высокой пронисающей способностью. Условно говоря, хранить водород сложнее, чем другие газы, и уж тем более жидкости. Водород замерзает, сжижается при очень низкой температуре, близкой, так называемому, абсолютному нулю. Ну, потому что сложно это сделать. Слишком он простой. Поэтому можно сказать, что водород – это вот такая вещь, которая, с одной стороны, весть во всей Вселенной, но на нашей планете он мало распространен в чистом виде. Потому что другое вещество для нас является определяющим. Это вода. H2O. Два атома водорода маленьких присоединяются к гораздо более крупному атому кислорода, причем не симметрично, а наподобие ушей на кукле. И, то есть, с определенным углом. И вот таким образом образуется вот этот самый важнейший для нашей жизни элемент – универсальный растворитель – вода. И о чем же идет речь? Речь идет о том, что когда мы сжигаем водород, вот именно сжигаем, а сгорание – это процесс соединения одного вещества с окислителем, в данном случае с кислородом воздуха. Когда мы сжигаем водород с кислородом, к водороду присоединяется кислород воздуха, и что образуется чистейшая, дистиллированная вода. Точнее, она не дистиллированная, она только что родилась, эта вода. Но она чиста, она без всяких там примесей. Поэтому процесс сжигания водорода, он очень экологичен по своей сути. Для того, чтобы получить водород, мы можем взять электричество от солнечной батареи, которая стоит на крыше, разделить воду на водород и кислород с помощью электричества. Ну, я бы не буду вдаваться в технические там детали, но просто вот электричество, оно разделяет, постоянный ток. Разделил, вы собрали водород, этот водород потом сожгли, вы получили тепло, например, на этом тепле вскипятили с тебе чайник, и что получили? Вы получили опять улетевшую в атмосферу воду. То есть воду вы разложили, воду вы потом получили, и хотя, конечно, этот процесс, он энергетически не самый эффективный, проще, наверное, все-таки электричеством напрямую чайник греть, но, в принципе, от этих ваших манипуляций, так скажем, никаких загрязнений не будет. Вот, как говорится, идеальный вариант. То есть водород – это аккумулятор. Когда у вас не будет света, вы все равно можете вскипятить чайник, потому что у вас есть водород. Вот в чем дело. И чем он привлекает? Когда мы используем возобновляемые источники энергии. Днем много электричества, не нужно ничего освещать, и сейчас мы можем наделать много водорода и сохранить его в баллонах. У нас сильный ветер, много электричества от ветряков, сделали много водорода. А вот когда ветер не дует и ночь, то тогда мы этот водород можем использовать. Его не обязательно сжигать в чистом виде. Водород можно пустить в так называемый топливный элемент, где он соединится с кислородом, но без пламени. Он просто будет отдавать свои электроны, и в результате возникнет электрический ток. И этот электрический ток мы можем использовать, например, в электродвигателе автомобиля. Вот как раз вот эти автобусы и автомобили, они этот эффект используют. Эффективнее использовать это через еще аккумуляторы. То есть, короче говоря, водород – это способ концентрации, полученной где-то ранее электроэнергии, и потом использования в транспорте. И экологичный, такой экологичный вид действительно в его сенсервации. Конечно, потому что в процессе использования водорода выхлоп один – вода, причем чистая вода. И был тогда же замечательный опыт, когда один специалист поднес стакан к выхлопной трубе двигателя, работающего на водороде, подождал, когда он наполнится водой, и выпил ее. И это не было каким-то таким шоу, ну, в том смысле, что он ничего-то себе не вредил, потому что эта машина выделяет чистую воду. Но пока все выглядит очень-очень заманчиво, и я думаю, что зеленые, которые слушают ваш рассказ, просто обливаются слезами умиления, потому что это та самая идеальная схема, к которой мы все должны стремиться. Вы знаете, эта идеальная схема была предложена как промышленная схема для производства еще сто лет тому назад. Мало того, и нигде-нибудь, например, в Советской России, в городе Курске, когда был построен первый ветрогенератор в конце 20-х годов, изначально проектировалось, что лишние излишки электричества будут использоваться для производства и хранения водорода, который потом можно было использовать в двигателе, обыкновенном двигателе внутреннего сгорания, но немного переделанном, чтобы давать электроэнергию, когда нет ветра. Ну, потом от этого отказались, они придумали еще более интересную систему, там маховик раскручивался и давал энергию. Но сам факт, что об этом думали, это идея хорошая. Хорошая идея, но хорошая именно для того, чтобы аккумулировать лишнюю энергию. Например, у нас вот ожидается, что в связи с глобальным изменением климата будет больше осадков. Это что означает? Это означает, что больше воды будет втекать в Доугаву. Больше воды в Доугаве, это означает, что мы можем больше получать электроэнергии от турбин каскада доугавских ГЭС. Кегумской, Пляминской, Рижской. Но, может быть, нам не нужно столько, допустим, электричества, когда они могут ее дать. Например, могут дать утром или днем, а нам электричество нужно вечером. Вот тогда есть смысл иметь специальный такой завод, который будет превращать из чистой воды в чистую воду, будет делать из нее водород, кислород пойдет куда надо. Вот, например, у нас все время ковид маячит, и непонятно, когда он пропадет. Людям, которые страдают от ковида, сами знаете, кислород очень нужен. А вот, пожалуйста, чистейший кислород будет получаться. Вот, уж найдутся люди и организации, которому нужен этот важнейший газ. Без кислорода мы не жильцы. Поэтому, собственно говоря, это отличное производство. Все бы хорошо. Но одна есть проблема. Проблема в том, что водород в силу своих особенностей, своей малости, этот атом водорода готов проникнуть где угодно. То есть, утечки водорода – вот это проблема. И для того, чтобы водородное оборудование работало хорошо, оно должно быть сделано из очень качественных материалов, из очень качественных материалов, и очень качественные должны быть все соединения. А если мы говорим про жидкий водород, то это должны быть какие-то безумно низкие температуры. Ну да, по-моему, минус 260, оно еще на 100 градусов холоднее, чем жидкий природный газ или там азот. То есть, это очень тяжело, это очень сложно ему в этом случае перевозить, жидкий водород. Да и, собственно говоря, сама энергетическая процедура, ведь его же сжижить надо будет. А для того, чтобы сжижать, опять нужно будет потратить энергию. По этой причине, например, сжиженный природный газ всегда дороже того газа, который идет по трубам. Потому что примерно там 15-20 процентов энергии самого природного газа нужно потратить на то, что поставшиеся проценты сделать жидкими. То есть, охладить до нужной температуры. Минус, по-моему, 169 градусов. То есть, на самом деле, сжижение – это не тот случай, который несет в себе какую-то эффективность. Это вот можно использовать, когда ракеты запускают. Да. Вот эти гигантские «Сатурн», которые к Луне летали, или, например, другие ракеты. Вот жидкий водород, жидкий кислород. Но там цены другие. А нам нужно, что называется, ездить. И тут очень интересный момент. Ведь, когда проводили испытания автобусов здесь у нас в Риге, то обратили ведь внимание, один из плюсов в том, что зарядить этот самый водородный автобус очень быстро можно, меньше 30 минут. Подключили, закачали, отключили, все. Это со всеми предосторожностями и нормами. Здесь надо сказать, что, конечно, много излишних страхов. Например, ведь ясное дело, что водород, если утекает, то нигде он внизу, условно говоря, застаиваться не может. Водород, что называется, мухой влетает в небо и рассеивается в атмосферу. Поэтому не случайно баллоны с водородом, кстати, как и с природным газом, на автобусах устанавливают на крыше. Потому что если уж там и есть утечка, то эта утечка уйдет в атмосферу. Ничего вниз не пойдет. Водород не ядовит. На водороде даже дыхательные смеси для глупоководных водолазов делали. Так вот, я что хочу сказать. И природный газ метан, он тоже легче воздуха. Поэтому, когда баллоны на крыше, это хорошо в плане безопасности. Мало того, проводили испытания. Специально взрывали баллоны на крыше, хотя это крайне трудно придумать, но это специально взрываны. И результат был очень простой. Облако газа, оно образовывалось над крышей, вот этот взрывной шар, и улетал мгновенно наверх, втягивая свежий воздух. То есть, салон не повреждался практически. Это тоже очень, как говорится, положительная сторона. Отрицательная сторона, что меняется центр тяжести у такого автобуса. Но его можно скомпенсировать аккумуляторами, которые будут под полом. То есть, как бы решение и есть. Но опять же, для того, чтобы работали вот эти вот топливные элементы, это, кстати, не дешевая вещь. Там используются такие металлы, как, например, платина. Так вот, для того, чтобы все это работало, опять-таки, нужно добиваться, чтобы не было утечек. И не по причине взрыва, а по причине того, что утечки есть. А это означает, что у вас в баллонах мало кислорода, и ваш автобус этот водородный остановится на полдороги. У него просто водород неожиданно кончится. И тут получается такая вещь, что если такое оборудование работает плохо, если его нужно часто чинить, если его, так скажем, нужно что-то с ним постоянно делать, то значит, такая машина, она становится для хозяйства невыгодной. И вот здесь я хотел бы обратить внимание на опыт наших соседей, эстонцев и Сталина. Ведь когда пошла вот эта идея о замене автотранспорта, это где-то, по-моему, 2017-2018 год, эстонские соседи не стали хвататься сразу за водородную технику, как у нас. Эстонцы сказали, что давайте-ка мы переведем наши дизельные вонючие автобусы на экологичный биогаз. Ну, народ сразу ура, биогаз. Правда, заправляли они это природным газом. Но это все, знаете, игра слов. Дело все в том, что природный газ, который мы получаем по трубам из России, это газ-метан, CH4. Биогаз, который мы получаем из отходов, например, из навоза бурлячего и прочих таких вещей, это тоже метан, тот же CH4. Примеси ничтожны. Потому что в любом случае газ нужно готовить к использованию, осушать его, там все. Удалять примеси. Но неважно, это тот же самый метан. Весь вопрос, откуда вы его взяли. Но факт очень важный. Дело все в том, что при сгорании этого самого газового топлива практически очень низкие, так скажем, выбросы вот этой гари, которая тянется шлейфом за дизельными машинами. Там меньше выброс углекислого газа. Вообще, собственно говоря, меньше выбросы. И вот тут-то как раз эстонцы и решили, что для того, чтобы переходить на новый транспорт, нужно переходить на более понятное топливо. Ведь это же не просто автобус водить. Ладно, смотрите, какая интересная вещь. Ведь это же обслуживать его надо. Следовательно, раньше вы привыкли, что вы работаете с солярочкой. Ну, подтекает что-то с солярочкой. Или там, значит, поставили уплотнение, оно стоит, держит. Солярка довольно вязкое вещество. Ну, ничего, не исчезнет она в одночасье через какую-то микродырочку. А вот газы могут. Поэтому получилось у эстонцев очень интересно. Они же не 10 автобусов таких купили. Они, по-моему, две сотни приобрели, не только для Таллина, но и для других городов. И таким образом они стали подталкивать свои службы к новой идее работы с топливными системами, с газовыми топливными системами. То есть, условно говоря, другая культура обслуживания. И таким образом вот сейчас они уже по прошествии нескольких лет и имея отличный опыт использования автобусов на природном газе, на метане, они уже говорят, и они уже говорят, давайте-ка в будущем попробуем на водороде. Поскольку у них уже есть люди, которые за несколько лет, что называется, набили руку на использовании газового оборудования. Причем оборудование именно работающего на природном газе. Вот это очень важный момент. И можно только порадоваться за наших эстонских соседей, что они пошли вот таким путем. Тем более, что, естественно, Гарри-то стало на улицах Таллина и других эстонских городов меньше. То есть метан тоже меньше всевозможных вредных веществ выделяет. Разумеется. Вы посмотрите, зажгите свою плиту, попробуйте на вашем, на вашей плите вскипятить чайник и представьте себе, что вы будете кипятить чайник, например, на керосинке. Разница будет в запахе, а уж если приборами посмотреть, в копоти. Копоть, кстати, можно будет увидеть невооруженным глазом. То есть на самом-то деле, как говорится, никто не спорит, что именно топливо газовое, оно является гораздо лучшей альтернативой. Мало того, ведь можно газ использовать, это же используются двигатели внутреннего сгорания, которые, понятно, как чинить. У нас же поколениями люди привыкли чинить двигатели внутреннего сгорания. Там те же маховики, клапаны, кольца и так далее. То есть это не какие-то таинственные топливные элементы, к которым непонятно, как подступиться. А это, собственно говоря, вполне понятный мотор, ну, немножко, условно говоря, грубо говоря, другие зазоры, там, настройки, но это тот же мотор. Не случайно поэтому природный газ так активно используют на флоте. Потому что сейчас все больше кораблей в Европе переходят на сжиженный природный газ. Вот, например, я видел, как замечательное зрелище. Стоит судно, паром, который из Турку должен идти в Стангольм, в Финляндии, а у него на корме такой огромный баллон, подъезжают машины и туда этот сжиженный природный газ, который взяли из трубы, который из России идет. Сжижили и закачали. Это очень надежно. Во-первых, будь какая-то утечка, весь этот природный газ утечет в атмосферу. И ничего там не будет. Во-вторых, дизели настроены таким образом, что их можно переключать с одного топлива на другой. С дизеля на газ. И с газа на дизель. Понимаете? Это очень удобно. Но, если судно работает на газе, то нету выбросов таких неприятных вещей, как соединение серы. Так их обычно обозначают S-O-X. Там S-O-2, S-O-4. Нету выбросов серы, которые очень ядовиты. В том числе и для нас, для наших легких. Поэтому судно, работающее на метане, автобус, работающий на метане, он реально полезен для нашего здоровья. Конечно, лучше бы, что он работал на водороде, но если, как говорится, нету проблемы с водородом, он дороже гораздо, его же нужно делать из того же самого, либо из воды, либо из того же метана, то в таком случае давайте пользоваться метаном. И вот этот подход, мне, кстати, в Финляндии вот эти, они и ходят эти паромы, этот подход мне представляется гораздо более рациональным. Давайте сначала перейдем с одного на то, что плавно на что-то другое, а потом уже, когда у нас уже будет наработана инфраструктура, когда у нас появятся специалисты техники-механики, для которых это не что-то такое фантастическое, вот тогда мы потихонечку может быть с этим водородом и будем связываться. Тем более надо сказать, что сейчас все больше и больше разговоров о том, в какой степени нужно на это переходить. Может быть, нужно как-то разбить систему, ведь сам водород, вот давайте к этому, он же тоже производится не просто так. существует много разных технологий производства водорода, и поэтому можно иногда услышать коричневый водород, серый водород, голубой водород, бирюзовый, зеленый, все это означает просто технологии его производства. Самое чистое зеленое это вот от электростанции, допустим, ветряка или нашей Дугавских ГЭС, а самый грязный это коричневый, когда он делается из угля. Есть промежелточные варианты, например, вот горячо любимый в России бирюзовый водород, это когда просто-напросто, но он вместе с немцами разрабатывается и с голландцами технология. Так что, собственно говоря, надо сказать, что то, что у нас вот такая определенная неудача, это просто от того, что мы, скорее всего, слишком уж задрали планку. Понимаете, тот самый случай, решили прыгнуть, выше головы, показать, какие мы экологичнейшие. Но на самом деле вариант можно было бы сделать гораздо более простой, как это сделали наши соседи в Таллине и в том же самом Хельсинке. Тоже ездят автобусы на природном газе. И что ведь интересно еще, не нравится вам российский природный газ, так заправьте этот автобус биогазом из завода из ближайших условных эгофермы. Ведь биогаз, он вообще как бы имеет нулевой индекс выхлопа, потому что он сделан грубо говоря из той травы, которая уже углекислый газ из атмосферы высосала, выросла, а мы ее отдали корове, корова ее скушала, дала нам молоко и мясо, отложила свой навоз, мы из этого навоза опять получили метан, который сожгли, который опять возвращается в атмосферу, это замкнутый круг, мы не увеличиваем, мы не используем ископаемое топливо, но этот автобус тогда становится вообще совершенно зеленой техникой, и прекрасно у нас есть люди, которые знают, как его чинить, водители, которые знают поведение двигателей внутреннего сгорания, у нас есть отработанная система, люди, которые обслуживают, производят природный газ, нам же собственно говоря не ради чего-то мы это делаем, мы это делаем ради того, чтобы нам лучше жизнь стала, но для того, чтобы лучше жить стала, люди должны иметь рабочие места, а вот у нас и рабочее место, пожалуйста, производите себе биогаз. И нет отходов навоза, который в принципе тоже... Ну там тоже перерабатывается, все можно переработать, знаете, для навозной мухи и жука скоробея, лепешка навоза это большая ценность. Ну и как мы уже понимаем и для человека тоже. Ну вот, прошу прощения, мед, которым мы лакомимся, это в известной мере болевотина пчел. Так что, ну, все, вот мы в замкнутой емкости, как в свое время Ломоносов очень верно отметил. И надо сказать, что что где-то у нас остается, это главное правильно использовать. Так вот, эстонский, финский путь, это как раз путь правильного, разумного использования за хорошие разумные деньги. Поэтому я как бы, если бы имел возможность, я призывал бы не вдаваться в такие эксперименты, бросаться, и показывать, что мы впереди Европы всей. Мы не можем быть впереди Европы всей по одной простой причине, что Европа, она гораздо более многочисленная, и чисто арифметически вариантов, так скажем, более разумных решений, там больше. Но уж если мы видим, например, как ведут себя и как работают свои соседи, видим их ошибки, то давайте на них учиться. В данном случае они учатся на наших ошибках. Возможно, что так и будут работать со своими газовыми автобусами, которые дешевле водородных и обходятся в работе гораздо больше. То есть не получится ли так, что вот эта неудача с водородными троллейбусами не затормозит ли внедрение в городской транспорт вот как раз-таки на работающих на метане транспорта общественного? Ну, понимаете, вот сейчас весь вопрос, как будет ли определенная политическая смелость. Ведь сказать о том, что, знаете, как говорится, авантюра не удалась, но за попытку спасибо. Вот можно и так это поднять. К сожалению, у нас нет этой культуры говорить о своих ошибках как о достоинстве. Вот это очень, мне кажется, важный момент. А этому надо учиться. Потому что, как в науке, отрицательный результат это тоже очень важный результат. Вы понимаете, что двигаться в этом направлении, ну, по крайней мере, сейчас невыгодно. И сейчас можно сказать, в общем, да, мы потратили деньги, мы поняли, что этот путь для нас пока неэффективен. Но давайте будем искать. В конечном счете у нас коров достаточно еще есть, у нас есть отходы лесотехнического производства, как у финнов, например. Почему бы к ним не обратиться, если они могут из пеньков делать авиационный керосин? Может быть, поинтересоваться, может быть, у нас можно тоже что-то делать из пеньков. пеньков много, вот, посмотришь, там много где рубят, там пеньки сплошные, поэтому я думаю, что вот как раз стоит посмотреть, какие есть варианты, взять то, что нам по силам, и постараться довести до максимально эффективного состояния. И это тоже будет очень хорошо. И народ скажет спасибо, полагаю. Ну, что же, спасибо. Говорим мы Константину Рангсу, программа Климат-контроль. До следующей пятницы. Хорошего дня. До свидания. Всего доброго.